Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет такой влог. Мы сегодня нарядили вот эту замечательную елочку. Наряжают у меня дети. Все, конечно, делают, знаете, такие елки в каком-то стиле, в каком-то определенном цвете. Мои дизайнеры – это дети. Поэтому у меня украшают в основном все детки. И получается мило. Для меня лично. Они украшали ее сами, собирали сами. Ну, чуть-чуть помогал папа. В общем, сейчас вам все покажу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот. И вот такая елочка у нас красивая получилась. Субтитры подогнал «Симон» Вот. По мне так мило. Не знаю. Здорово. Да, и ты украшал тоже маленьким. Украшал. Вот. А вот эти снежинки – это делала моя мама из туп от туалетной бумаги. Да, эти вот эти. Вот. Она делала в прошлом году. Они немножко помялись тут. Потом покрасила баллончиком. Такой серебряной краской. Это, кстати, очень, мне кажется, прикольно получилось. Их тут немного. В общем, детки развесили. Вот они. Вот такая вот у нас красота. Еще сынулька моя. Здесь вот у нас вот такие вот висят. Вот. Это у меня муж заказывал вот эти штучки с Алиэкспресс. Там вот еще надо будет все хорошенечко повесить. Такие, как сосулечки висят. И вот здесь вот, но тоже вот так. Ну, это детки у меня украсили. У нас такой Дед Мороз симпатичный стоит. Это я в прошлом году покупала олень. И вот поставили красные свечки. Но красные свечки оказались, видите, очень велики. Думаю, надо сюда что-то положить такое, чтобы они ровненько стояли. Так что вот такая вот у нас красота. Новый год у нас, да? Да. Да. И снег. И снег на улице, да. А мы, который, Деду Морозу, еще куча снега. Снега Деду Морозу? Да, еще куча. Куча снега, да. Вот так вот у нас. В садике. В садике? Да. Молодцы. И на стол я положила вот такие, которые покупала в этом Леруа Мерленника, кажется, они подходят к новогодней тематике. И вот такой вот еще у нас букетик здесь стоит. Тоже в прошлом году покупала. Такой новогодний, симпатичный. Да? Ага. Вот. Так что Новый год у нас вовсю. Да? Ласкового снега. Да. Вот так вот у нас получается. Красиво. Елочка красивенькая. Да, елочка красивенькая. Вот такие сосульки капающие. Да, я уже показала. Мне больше нравится елка. Да. И на кухне вот эту барную стойку вот так украсили. Тут у меня обычно лежат фрукты. Мы уже все слопали. Да? Вот. И поставила нам вот таких, такие украшеницы. Это снеговичок. Мне он очень нравится. Тоже в прошлом году покупала. И вот такой Дед Морозик. Это, кстати, витамины, которые я даю деткам. Им очень-очень нравятся по вкусу именно вот эти с рыбками. Это у нас с холином и омегой. Вот. Это вот в Финляндии покупала. Мы все пьем. И себе я тут недавно купила вот такие витаминечки. Мне тут старший пытается научиться на лыжах кататься, да? Сначала с гонщика хорошо получилось. А сейчас только что купил. Угу. Первый раз на лыжи встал. Чего? Я хочу еще и дочь. Ну, давай. У нас уже все в снежке. Муж санки достал детские. Тут розочки мои накрытые. Такая у нас уже зима, Новый год вовсю. Хе-хе. Так классно на лыжах вообще. Сыночек катается. Я даже ему немножко завидую. Но мы с мужем решили тоже в этом году купить себе лыжи. Себе и, наверное, еще младшему. Ну, младший у меня такой. Он не особо любит подобные мероприятия. И кататься в этом году. Ну, не знаю. Снег у нас только-только выпал. Поэтому, может быть, к следующим выходным вроде бы обещают, что не будет у нас больше ничего таять. Ну, посмотрим. Купим лыжи. Будем тоже кататься. У нас, кстати, здесь есть такие, ну, типа, как где искусственный снег. Такие, типа, курорты горнолыжные. Можно так их назвать. Будем туда, хотим съездить на январские праздники. Так что вот так вот. Но на улице все так. Холодновато и ветер. Сейчас стало тут местечко. День этого ветра. Классно. Зима пришла в Питер. Наконец-таки. Ты накатался? Накатался. Держи, Виталий. Пять раз. Все, домой. Ну, раздевайся. Штаны мокрые, небось. Да? Раздевайся. Это я варила вот такой борщ. Это у меня из замороженных, я вам показывала, замораживала, как его называется, такую заправку для борща. Я сюда не добавила ни капусты, просто картошечку, лавровый лист и сосиску, и все. И вот такой получается очень, кстати, вкусный суп. Детки решили у меня еще вечером погулять. Что вы делаете? Молодцы. Общий домик. Молодцы. Попутный снег убрали. Песина тоже гуляет. Я думала, что можно в два сделать, а хотя нет. Да? Еще мы вот так вот красиво тут можем повесить гирлянды на нашу беседочку. На детский домик. Это от строительства этого света. Да. Смешать. Вот. И над крылечком у нас. Вот такая красота. Да, вот такая красота у нас. Решили из такого небольшого количества снега, которое у нас выпало, сделать крепость. Надо еще снеговика слепить. Да? Ну, можно сделать, но сейчас мы закончим. Угу. Быстрее вот так. Нам главное, надо побольше снега. На шарках катаются. Да. Точнее, пытаются. Потому что горки еще нет. А ты вот пока идти. Сейчас, Боня, лови. Да. Едите. Нос уже грязный. Ужасно. Так что у нас наступает Новый год. И еще на втором этаже в детской комнате. Вот у меня муж вот так по всей детской комнате украсил гирлянду. Он, кстати, вот второй год уже так делает. И деткам очень-очень нравится. Вот. И она у нас постоянно здесь горит. Мне кажется, очень симпатично. С учетом того, что у нас тут такой потолок. И сделан очень здорово. Вот так вот красиво в темноте все выглядит. И хочу с вами еще немножко поболтать. Ответить на два вопроса, которые мне задавали. Первый. Это по поводу моего парового утюга. Который я вам показывала. Парогенератор. Это, наверное, правильно называется. У меня не было других никаких утюгов. Кроме вот обычного, который с паром идет. Самого простого утюга. И мне нравится этот больше тем, что он быстрее гладит и лучше отглаживает. Это очень заметно на полотенцах, на рубашках. Ну вот на каких-то таких вещах. И может еще и вертикально отпаривать. Это вот его огромный плюс. Он действительно очень быстро и хорошо проглаживает. Даже там лен или хлопок. Мне нравится этот утюг. Я его очень рекомендую. Вообще подобные утюги. Есть различные другие фирмы. Обязательно именно этот. Второй вопрос. Это по поводу собаки. Лабрадора. Вообще рекомендую ее завести или нет. Мне девушка написала, что очень хочет завести такую же собаку Лабрадора. И как вообще мне. У нас эта девочка. Зовут ее Бона. И первые два года это была ужасная собака. Я вам могу сказать честно. Потому что она была неуправляемая. Ее было сложно контролировать. Она кусалась. Она грызла все подряд. Она занималась воровством. То есть ворвала со стола. Она ела все подряд. Просто был какой-то кошмар. Просто ужасно. Нельзя было оставить на столе или где-либо вообще что-нибудь съедобное. Она отнимала от ребенка еду. От всех подряд. То есть ты могла идти там с яблоком в руке. Она могла выхватить из руки это яблоко и так далее. И гулять тоже самое было. Она была неуправляемая. Даже мы гуляли на строгом ошейнике. Она все равно тащила. Я очень много раз падала вместе с ней. Потому что она меня куда-то дергала, тащила. В общем, первые два года это достаточно сложная собака. И даже я хотела ее отвозить там, где, ну, как сказать, тренеру, да, вот этому собачьему, чтобы как-то скорректировать поведение. И мне тогда сказал мужчина, что, вы знаете, лабрадор это такая собака, которая, если я ее буду воспитывать, она будет слушаться меня. И на площадке она будет себя хорошо вести. Но дома может быть все равно плохое поведение. То есть мы ее не тренировали. В итоге мы как бы справлялись сами. Сейчас собаке моей шесть лет. Даже уже шесть с половиной. И по поводу того, как она ведет себя сейчас, она, конечно, уже более спокойная. Но в жизни у нее одна единственная цель – это кушать. Она ест все подряд, практически все. Единственное, что она мне не любит, это свеклу. И она готова есть постоянно. Просто вот с утра до вечера, еще ночью. Она всегда хочет есть. И она всегда просит еду. Ну, в общем, с едой, да, они лабрадоры очень любят покушать. Это везде. Вообще у лабрадоров еще есть такая история, что они аллергики. Это, наверное, такой минус породы. Вот у нас она не ест сухой корм. Точнее, мы ей иногда даем его, но в небольших количествах. Иначе она его просто срыгивает. Это как бы, ну, вот такой желудок не переносит. Это очень много я знаю, у кого есть лабрадоры, и у них аллергия вообще, в принципе, на много что из продуктов. И их кормят только специальным кормом. То есть, ну, вот как-то так, как-то так. То есть, аллергия. У нас, кстати, у собаки аллергия на мандарины. У нее начинает чесаться уши, если она съест мандаринку. Вот. Сейчас это уже более спокойная собака. Но это неактивная собака, видно из-за того, что есть, наверное, лишний вес. Она не очень такая, знаете, прям, чтобы бегать там, знаете, радоваться. Как бы она, вот дети гуляют, она просто ходит рядышком, и все. В плане отношения с детьми этой собакой, да, они могут ей залезть в рот. Я не знаю, отнять от нее даже еду. И она ничего не сделает. Она только будет так печально на меня смотреть, что, типа, хозяйка, помоги, пожалуйста. Они могут на нее сесть, они могут все что угодно с ней сделать. Но я как бы объясняю детям, что нельзя так обращаться с собакой. И они вот ничего такого не делают. Но она не особо играет с ними. Она не особо... Она просто, они там играют, она лежит рядышком. Ну, вот как-то так. Чаще всего, кстати, она ходит за моей мамой, потому что моя мама готовит больше, больше, чем я. И поэтому она всегда там, где мама. Если мама пошла на кухню, она сразу чук-чук-чук-чук за ней. Вот, так что вот так вот. И еще, кстати, у нас здесь в поселке есть у одной девушки Лабрадор тоже девочка. И она очень агрессивная. Не знаю, почему. Возможно, это что-то вот с характером у собаки. Не знаю. Наша не агрессивная. И она не хранится. То есть у нас может зайти кто угодно, и она будет просто счастлива. Она будет рада всем подряд. И очень редко моя собака лает. То есть она лает только тогда, когда ей страшно. Вот если она что-то испугалась, она залает. А так вот, чтобы если кто-то чужой там пришел или еще что-то... Не, вы что? Она рада и любит всех подряд. Вот. То есть в плане детей это супер собака, да? Потому что она никогда не укусит, она никогда ничего не сделает. Это единственное, что когда совсем, вот, например, когда совсем маленькие дети были, и они, допустим, залезали на нее или что-то с ней делали, она даже не рычала, она просто вставала и уходила. Иногда даже не вставала. Она просто там, допустим, ребенок ее там жмякает по-всякому. Она лежала и поскуливала вот так вот. То есть в плане детей, да, хорошая собака. Но первые два года, имейте в виду, что вот лично у нас было, что было достаточно трудно ее воспитать. То есть она и обувь грызла, и одежду грызла. И, ну, был кошмар на самом деле, честно признаюсь. И она, ну, вот как-то и к мужу меня ревновала, и пыталась меня всячески, там, и огрызалась на меня, если я ее ругала за что-то. И, ну, вот, достаточно сложно было первые два года. Но сейчас она, конечно, уже спокойная. Счастье ее только в еде. Вот так вот. И еще хочу добавить по поводу собаки. Я сейчас вот прочитала точно комментарий. Комментарий мне поступил от девушки Людмилы. О, вам огромный привет. Она спрашивает о питании, прогулках. И запахи псины. У нас девочка. И как мне говорили вообще, я не знаю, насколько верна эта информация, что девочки пахнут меньше, чем мальчики. Так вот, у нас она действительно не сильно пахнет. Она пахнет, когда приходит с прогулки. То есть вот она гуляет, приходит, есть такой запах. В основном, кстати, от лав. Чтобы не было запаха, можно мыть лабрадора. Но на самом деле у нее такая шерсть, что ее сложно промыть на самом деле. И мы ее не очень часто. Часто их вообще мыть нельзя. Но у нас она светлая. На ней грязь очень сильно видна. И на постелях она у нас нигде не лежит, только на полу. И она любит изваляться в грязи, честно признаюсь, нырнуть в какую-нибудь канаву. Вообще она очень любит воду, поэтому летом она частенько бывает грязная. И летом мы ее бывают даже из шланга. Просто так обмываем. Как такового запаха, прямо чтобы вот она где-то лежала, от нее прям воняло, вот такого нет. Но это девочка. От мальчиков, говорят, больше исходит запах. По поводу питания. Я уже говорила, мы варим ей каши. Каши варить сложнее, чем кормить кормом уже готовым, потому что они должны быть максимально разнообразны. И как нам говорил ветеринар, в кашах должны быть овощи. Как минимум две разные крупы одновременно. То есть, допустим, овсянка и еще что-то. И нельзя кормить постоянно мышечным мясом собаку. То есть, нужно покупать субпродукты. Легкое сердце, шкуры, не знаю, все вот такое вот нужно постоянно ей давать. Кормим мы ее раз в день. Это сейчас. Когда она была щенком, естественно, кормили чаще. Но это уже, когда вы будете брать, допустим, от заводчика, она уже будет объяснять вам это. Еще плюс каши должны быть еще рыба в кашах. Ну, в общем, каша должна быть максимально разнообразная. И плюс витамины я еще даю ей. Сейчас она кушает раз в день, просто потому, что если я буду кормить ее два раза в день, то она будет вообще у меня необъятных размеров, потому что она все везде доедает, подъедает. То есть, дети ей нет-нет что-нибудь отдадут. Фрукты те же, яблочки какие-то. В общем, она постоянно еще кусовничает в течение дня, поэтому кушает раз в день. Но вы понимаете, да, что это собака, которая любит поесть, и она найдет все, что можно, лишь бы только поесть. И это на самом деле проблема еще является, когда вы с ней гуляете. Если вы живете в городе, обязательно нужно гулять с такой собакой в наморнике, чтобы она ничего не ела, потому что у нас был случай, когда у нас собака отравилась. И просто она, если бы она не была такой толстой, то у меня бы уже не было бы этой собаки, потому что было очень-очень сильное отравление. У нас, по крайней мере, в Питере, есть такие люди, как Dog Hunter, они себя называют, которые не любят собак, разбрасывают мясо с ядом везде, поэтому вот такая проблема есть. Плюс еще то, что она может есть какие-то кости на улице и так далее. То есть здесь в этом есть проблема. Мы живем за городом, она гуляет у нас на территории нашего дома. За территорию мы не выходим, потому что ее однажды очень сильно покусали, подрали, я бы даже так сказала, и она боится выходить у нас за пределы. Она гуляет здесь, и если когда она была щенком, она любила бегать, прыгать и так далее, но мы ее еще иногда берем куда-то с собой иногда, то сейчас она ведет себя уже как старушка, поэтому она 15 минут побегала, и все, потом язык синий, она ложится, лежит, и ей уже очень-очень тяжело. Вообще, конечно, гулять, ну, поначалу три раза гуляла я, когда мы жили в городе, а потом уже два раза, что, в принципе, проблем с этим нету. Она, как и все щенки вначале, конечно, не додерживает иногда все, но сейчас уже взрослая, она спокойно, ну, она сама просится на улицу, мы за городом живем, поэтому с этим у нас проблем нету. Надеюсь, я ответила на эти два вопроса, которые мне задавали. Вот такое у меня получилось видео, домашнее, новогоднее. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, и до новых встреч!